Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и знакомьтесь Чифтейн МК-6. Сегодня будем его обсуждать. Машинка довольно-таки прикольная, но с рядом недостатков. Сразу давайте о недостатках. Слабая бронированность это его существенный недостаток. Теперь давайте о плюсах. Очень хорошая подвижность и просто обалденное орудие. Минус 10 плюс 20 отыгрывается на неровностях просто бомбически. 400 единиц альфы просто шикарно с учетом времени перезарядки меньше 8 секунд. Суперское время сведения и разброс на 100 метров просто-таки имбовый. ДПМ в 3126 тоже мега классно. И пробитие довольно неплохое в 160 единиц. И, кстати, ребята, с колочно-фугасными 110. Значит, в борта и в корму ПТ-шки, ЛТ-шки, СТ-шки можете закидывать фугасы практически с легкостью. Итак, ребят, вот как раз за хорошее орудие расплачивается плохой бронированностью. Запрыгиваем непосредственно в бой, потому что в ангаре больше мне об этой машине сказать нечего. Это показывать надо. Покажу честно, как обычно, как это есть на самом деле. Попытаюсь отыграть на нем максимально хорошо, но и параллельно рассказывать вам о своих ощущениях от данной машины. Я надеюсь, что подобные обзоры, они помогут вам, ребят, если вы думаете покупать, не покупать, прокачивать, не прокачивать, принять решение на основании того, что вы видите на экране. Я не снимаю 40-50 боев, не вырезаю один самый клевый, самый суперский и не говорю, что вот так машина будет играться в ваших руках постоянно. Я среднестатистический игрок и вот как играю, так показываю. Вот так приблизительно в ваших руках будет играться машина, если ваша статистика, как у меня, в районе 50-55% побед. Итак, подтягиваемся, будем пытаться играть от неровностей, потому что именно такая игра на машинке и должна быть. Как только вы выезжаете куда-нибудь на ровную местность, вас начинают, ребят, разбирать, потому что вы, ну пускай не картон, но далеко не самый сложный для пробития танчик в игре. Я не знаю, честно говоря, МХ-50Б еще будет нам показывать свою корму или нет. Мне бы хотелось, чтобы показал, но а ему я сомневаюсь, что придется это по душе. Так, давай, друг, еще раз выкатывайся. Я в тебя накину разочек еще на 400, ну и дальше едь себе с богом умирать где-нибудь в другом месте. Давай, браток, вылазь. Вылазь, вылазь, вылазь. Ладно, я понял, не хочешь ты вылазь. Тогда надо, пользуясь мобильностью данной машины, а мобильностью данной машины есть, то есть передвигается она по карте довольно-таки бодренько, как для тяжа. Можно перекатываться, можно занимать другие места какие-то для игры. Сейчас ускорюсь просто потому, что хотел АМХа подобирать. Ну, а теперь надо сваливать от ПТшки, потому что этот брат накидывает по 600, если не ошибается. Приятного в этом очень мало. Так, хури, дай я тебя, братка, блин, хотел загуслить, не вышло. Так, ну вот по подвижности, ребят, согласитесь, довольно-таки приятно получается. От хури, по крайней мере, свиливать у меня получалось. Сейчас досмотрим этот бой, обязательно сделаем еще один, может в следующем бою поживу подольше. Думаю, что этот бой, победа явно не закончится. Ну вот, ребят, смотрите, куда бы нам ни стреляли, нас пробивают. Понятное дело, что в корму, в борта вообще без печали, до нас, в принципе, и солба довольно неплохо разбирают. Досматриваем каточку и будем заценивать результаты боя и, соответственно, прыгать в следующий бой. Итак, братцы, результаты боя. Ну, я бы сказал, никакущие, даже для, как бы, такого боя можно было бы и больше сделать. Спорить с этим не буду. Ушли в минус, но в нашей команде по урону мы заняли, ребят, третье место. И мы, в принципе, не упали намного ниже второго места. Короче говоря, в целом, вся команда отыграла, ну, я бы сказал, не ахти. Отыграли бы чутка получше, ну, и я, в том числе, отыграл бы тоже лучше. Итак, идем в следующую каточку. Как я уже говорил, ничего не вырезаю, ничего не выбрасываю. Могу сказать только одно. Мне лично Чифтейн МК6 нравится. Да, это не настолько живучая машина, как, допустим, тот же самый Клинок. Клинок куда живучий, куда дольше держится в бою. На Клинке можно противостоять нескольким соперникам. Хотя у Клинка КД гораздо дольше, чем у Чифтейна, при сравнительно той же Альфе. Но Чифтейн, он мне нравится вот как раз своей подвижностью и скоростью перезарядки. Точность орудия вообще выше всяких похвал. Ну, честно, я даже не знаю, можно ли придраться к этой пушке, так, чтобы сказать, что ей прям чего-то не хватает. У нее реально есть все. Все необходимое для того, чтобы заниматься нагибом. Ну, вот сейчас отбросили на неполные 400. И пока я это говорил, мы уже практически полностью перезарядились. Так, поехали, доберем ФВшку. Даже если кинет на размен что-то, ну, значит, так и будет. От этого мы особо никуда не денемся. Не хочет ФВшка отхватывать прям совсем. Но, к сожалению, придется. Итак, перезаряжаемся. Смотрим на вот этого брата. Будет вылазить, не будет вылазить. Поднимайся выше, браток. Получисно готов. Окей, ответка прилетела. Но я не думаю, что он будет сейчас сюда прям спускаться. Но, минусом Чифтейна, как я говорил, является его броня. И на этой броне, честно говоря, как ты не танкуй, все равно у тебя особо ничего не получится. Итак, ребят, заканчивается бой. Возвращаемся в ангар. Посмотрим результаты. Ну, и, соответственно, поговорим по поводу этой машинки. Итак, ребят, закончился бой. 1420 нанесенного урона. Один сделанный фраг. По результатам серебра. Я даже не буду говорить. Это просто мы вышли в ноль. Но и в отношении результативности в нашей команде не сильно хорошо. Но не сильно хорошо, потому что прожили маловато. Итак, ребят. Как я говорю, из песни слов не выбросишь. Вот какие два боя на Чифтейне получились, вот такие я и выкладываю в виде обзора. И скажу вам свое честное, субъективное мнение. Машина далеко не имба. Я понимаю, что сейчас, скорее всего, найдется ряд людей, которые захотят в комментариях побросаться фекалиями в меня, как в игрока, который играть не умеет. Но вот на клинке, допустим, я отыгрываю гораздо лучше. Просто потому что машина более живучая. Этот же товарищ, он отыгрывается хорошо, если вы находитесь на расстоянии на неровностях и будете от неровностей отыгрывать. На ровных картах его разносят. Его, ну, будут хотеть закрутить, потому что он и так, в принципе, мягкий, а по бортам так тем более. Короче говоря, ребят, вот эта вот низкая его бронированность, она и является основным вот таким вот камешком в всем вот этом вот приятном и хорошем, об который вы будете спотыкаться. Приятное и хорошее, я имею в виду пушку. Если вы научитесь нормально отыгрывать на Чифтейне, сейвиться на нем, потому что как-то ромбовать там и так далее, ребят, вообще не помогает. Вот что бы там ни говорили, ромбуй, не ромбуй, все равно у тебя ничего не получится. Поэтому, ребят, если вы, допустим, находитесь в выборе, что себе взять на 10 уровне и, допустим, просто, к примеру, выбираете между Чифтейном и Клинком, однозначно выбираете себе Клинка. Чифтейна берите, если все остальное у вас есть, но как танчик, который позволяет вам часто шотить и от этого получать удовольствие. Несмотря на то, что не настолько результативные бои, как мне бы хотелось, мне все равно нравится периодически на Чифтейне выезжать и часто шотить с довольно неплохой альфой. Это был максимально честный обзор на Чифтейна МК-6. Если есть вам что возразить или хотите что-то добавить, обязательно пишите в комментариях. Я буду вам благодарен, отвечаю всем. А еще, ребят, подписывайтесь на канал, на котором вы найдете честные обзоры машин руками среднестатистического танкиста без всякого рода грима, украшений танков, при украшении товаров в магазине и агитации вас обязательно их себе покупать. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова